здравствуйте уважаемые студенты! сегодня у нас лекция 18 полевые транзисторы план занятий полевые транзисторы основные понятия основные схемы полевые транзисторы что такие полевые транзисторы? в отличие от биполярных транзисторов которые управляются Полевые транзисторы управляются напряжением. Входное сопротивление полевых транзисторов очень велико. Полевые транзисторы можно разделить на НДП или МОП транзисторы и полевые транзисторы с управляющими ПН-переходами. Отсюда вас следует значит. Полевыми транзисторами называют активные полупроводниковые приборы, в которых выходным током управляют с помощью электрического поля. То есть в биполярных транзисторах выходной ток управляет входным током. То есть если у нас подается на базу ток входной, у нас работает начинает эмиттер-коллектор биполярным. Здесь же управляет напряжением затвор. Поэтому полевые транзисторы называют также униполярными, так как в процессе протекания электрического тока участвует только один вид носителей. Различают два вида полевых транзисторов. С управляющим переходом и с изолированным затвором. Все они имеют три электрода. Исток, источник носителей тока, затвор, управляющий электрод, и сток, куда стекают носители. На рисунке 11, вот мы сейчас увидим, как это вы, полевые транзисторы, МДС, ПН-переходом, Н-канал, С-канал. Это мы сейчас в дальнейшем рассмотрим. Вот она, сама схема, вот так она выглядит. Вот это значит у нас, с П-переходом, это с Н-переходом. Ведь стрелка из сюда запирающей, то это Н-переход называется. Если сюда, то П. А здесь же мне надо вот так. Так, вот, как это выглядит с истоком. Значит, выглядит это с общей точкой, с Н-переходом, с П-переходом. Н-канал, П-канал, видите, да? П-значит, П-Н-переход, стрелочка сюда, Н-канал, стрелочка сюда. Это запирание, исток, исток. Так, теперь вот принципиальная схема. Значит, с Н-каналом, вы видите, да? Запор, стрелочка сюда показывает. С П-каналом, стрелочка сюда показывает. Исток, исток. Значит, сама схема, вот как она выглядит. Буквосочетание МД расшифровывается, как металл, диэлектрик, полупроводник. А сочетание МОП, если встретите, расшифровывается, как металл, окис, полупроводник. В настоящее время во всех современных компьютерах, платах, используется именно НДП или МОП, металл, окис, проводник, транзисторы. В обоих случаях, буквенное сочетание объясняется конструкцией полевого транзистора. Значит, НДП, которым использовал проводник, сейчас мы посмотрим на рисунке, на поверхность которого нанесен диэлектрик, или окис кремния. То есть, тоже диэлектрик, а на поверхности диэлектрик располагается металлический электрод, называемый затвором. Вот, как он выглядит, видите, да, металлический электрод, который называется затвором. Исток, сток. Значит, НП, свободный относительный зон заряда, дырки отталкивающей подложки, значит, сама подложка. Свободный электронный притягивается к области затвора. Ну, и, соответственно, вот она, работа НДП транзистора с индукцированным каналом. Значит, работа какая? Если у нас здесь подается напряжение, соответственно, здесь, когда напряжения нету, у нас здесь сопротивление очень маленькое. Из-за этого с истока в сток у нас идет сигнал. Когда подаем сюда напряжение, сопротивление здесь растет. За счет того, что сопротивление растет, и, соответственно, ток у нас уменьшается. Вот, исток. Электрод, который формирует носитель заряда, аналог эмиттера на пиполярном транзисторе, от которого эти заряды перемещаются по затворам стока. То есть, исток, аналог эмиттера на нашем пиполярном транзисторе. Сток. Электрод, который принимает, на который стекаются заряды, аналог коллектора пиполярного транзистора. Вот наш транзистор. Вот это коллектор, эмиттер. А вот это у нас база. Вот. Ну, вот так он выглядит. Значит, сток, аналог коллектора. Вот он, это аналог коллектора, это сток. Исток, аналог эмиттера. Вот это у нас исток. И затвор. Затвор. Аналог базы. Пиполярного транзистора. Значит, затвор, управляющий электрод, аналог сетки на лампах и базах на пиполярных транзисторах. Следующий раз. Рассмотрим принцип работы МДП транзистора. Конструкция предложена ниже. Теперь, условное обозначение и возможное включение в качестве усилительного каскада присложено на рисунке Б. В полупроводнике П-типа образованы две области полупроводника Н-типа с повышенной концентрацией свободных электронов, которые образуют исток, исток. Вот, видите, затвор, исток, исток. Вот это сама схемка, принципиальная схемка внутренности, как она подложка. Подложка мы видели, вот внизу стоит она у нас, подложка. Напряжение, напряжение, затвор исток. Напряжение, сток. Сток. Здесь можете посмотреть. Если под диэлектриком при нулевом напряжении на затворе относительно истока присутствует полупроводник П-типа, как это изображено на рисунке, то между истоком и истоком образуются два встречно включенных ПН-перехода. Проводимость между истоком и истоком в этом случае отсутствует. Вот, посмотрите, как они выглядят на самом стене. Это у нас структурная схема с общим истоком, с общим истоком, с общим затвором. Значит, принцип работы. Входящее напряжение, ток затвора, ток стока и ток истока. Так, здесь вот, ток затвора, ток истока, ток истока. То есть, с общим истоком. Видите, как, да? С общим затвором. Схема тоже поменялась. Вот у нас затвор общий получается и для этого, и для тока. Тока вот этого и истока, и тока стока. Видите, затвор у нас общий для обоих. При подаче положительного напряжения на затвор, относительно истока, вблизи поверхности, увеличивается концентрация свободных электронов. Что при превышении напряжения на затворы, величины у порогово приводят к формированию канала проводимости N-типа. То есть, между стоком и истоком образуется канал электронной проводимости. В появлении канала показаны рисунки, на рисунке 13. С ростом напряжения канала проводимости расширяется и проводимость растет. То есть, понятно, чем больше напряжение, канал расширяется и проводимость растет. Транзисторы описанного типу называют NDP транзистором с индуктированным каналом. Условное обозначение на схемах показано рисунки 13b. На рисунке 14 как выглядят полевые транзисторы на материнской плате. Вот. Можете обратить внимание. Видите, показано у нас. Фирма NEC полевые транзисторы. Они сейчас очень много встречаются. Вы можете открыть любую материнскую плату и посмотреть. Схема включения полевого транзистора с управляющим PN-переходом с общим истоком. Видите, да? Как это выглядит? Запирающий с общим истоком и сток. Схема включения полевого транзистора с управляющим PN-переходом с общим истоком. Схема включения полевого транзистора с управляющим PN-переходом с общим затвором. До этого, как вам показано, вот общий затвор, общий затвор и исток, исток. И общий затвор у нас. То есть, вот он как подсоединен у нас к истоку. На практике, чаще всего, применяется схема с общим истоком. Аналогичная схеме на пиполярном транзисторе с общим эмиттером. Каскад с общим истоком дает очень большое усиление тока и мощности. Заметьте, да? Что усиление тока и мощности. Схема аналогична схеме с общей базой. Она не дает усиление тока, и поэтому усиление мощности в ней во много раз меньше, чем схема с общим истоком. Каскад общий с затвором обладает низким входным сопротивлением, в связи с чем он имеет ограниченное практическое применение в усилительной технике. Спасибо за внимание. Здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok